Можно ли уточнить, какие факторы позволяют делать выводы о том, что внутренний спрос будет расти, о том, что будет расти потребление? Это наблюдение далеко от области статистики, но тем не менее по большинству знакомых, особенно в регионе, я не замечаю роста их зарплат. И по большинству настроений потребительского там, по сути дела, тоже не особо заметно, что население будет готово тратить больше. Но тем не менее, смотрите, мы видим, что растет розничный товарооборот. Это первый признак того, что началось восстановление внутреннего спроса. Мы также видим, что банки готовы предоставить потребительское кредитование. То есть пока, в целом, по банковской системе продолжаются выплаты кредитов в иностранной валюте, именно кредитов населения. Но в то же время есть группа клиентов банков, которые взяли новые кредиты в грильмах. И эта группа начинает расти. То есть мы видим постепенное увеличение потребительского кредитования в грильмах. А это как бы основной фактор для поддержки внутреннего спроса. Хотя, как правило, люди покупают на кредитные ресурсы какие-нибудь импортные продукты. Ну там, мобильные телефоны, какую-то технику бытовую, кто там машину уже готов купить. Тем не менее, если человек чувствует себя в силах взять кредит и потратить его на что-то, на большое приобретение, это свидетельство о том, что у него потребительское настроение уже улучшилось, он уже не боится. Он уже чувствует, что у него достаточно средств будет в будущем, чтобы этот кредит выплатить. То есть это тоже говорит о том, что потребительское настроение улучшилось. У нас есть даже индекс украинский потребительское настроение, который считает компания ДФК, совместный с МЦПД. И по этому индексу, можно сказать, что по сравнению с кризисным периодом, сейчас потребительское настроение намного лучше. Они остаются очень неуверенными, постоянно меняются, то в лучшую, то в худшую сторону. В зависимости от того, например, инфляция растет, то, конечно, людям не хочется дальше делать какие-то большие покупки. Но в целом мы видим улучшение потребительских настроений. Возможно, это не так заметно в регионах, где действительно, как правило, регионы отстают. То есть обычно идет самый центр или эпицентр движения начинается в больших городах, в Киеве, в Гермецке. А как бы малые города постепенно подтягиваются. Но я думаю, что по результатам уже первого полугодия можно будет сказать, действительно ли эта тенденция по всей экономике, по всей стране. А как Вы думаете, может ли это быть связано с эффектом просто отложенного спроса? Да, украинцы известны своей бережливостью, и постоянное упоминание кризиса заставило их поприжаться немножко. А теперь, ну вот, просто возникла необходимость, и после того, как эта необходимость будет удовлетворена, цифры могут снова вернуться на не очень хороший показатель. Как Вы думаете, может быть? Ну, наезде не думают. То есть главное здесь, да, стабильность. То есть для людей важно стабильность. Если будет несколько, ну, хотя бы уже два года, да, стабильного увеличения благосостояния, да, какого-то даже небольшого роста зарплаты, да, это дает уверенность в том, что дальше будет так же продолжаться. Вот, поэтому, я думаю, что частично, конечно, эффект отложенного спроса имел место, но я думаю, что он уже реализовался так же. Вот, поэтому сейчас это будет больше уже такое долгосрочное движение.